Димитрия, Дионисия, Павла, Виктора, Леонида, Василиса, Ники, Галины. Феодоры, мир и благословение Божие, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святого. Сегодня Святая Церковь совершает память новомучника, священномучника Иерея Дмитрия Константиновича Легейду. Священномучник Дмитрий родился 26 октября 1880 года в селе Большие Сорочинцы Полтавской губернии в семье казака Константина Легейду. Успешно занимаясь торговлей, Константин Легейда приумножал земное имущество. Но Дмитрия не привлекала торговля, и он как купец, ищущий драгоценные жемчужины, выбрал своим поприщем служение Богу. В 1904 году Дмитрий окончил Тифлийскую духовную семинарию, был рукоположен в Адьякона ко храму в селе Нины Ставропольской губернии, затем во священника и служил в храме в станице Неберджаевской неподалеку от Крымска Кубанской области. В 1918 году Кубань стала ареной ожесточенных боев гражданской войны, развязанной большевиками против русского народа и народов России. В 1918 году во время пребывания в станице Неберджаевской Белых был арестован и осужден на смерть один из красногвардейцев. Когда его уже повели на площадь, чтобы казнить, отец Дмитрий вступился за него и спас ему жизнь. При власти Белых священник регулярно передавал продукты заключенным красногвардейцам. В августе 1931-го отец Дмитрий был назначен служить в Вознесенскую церковь в городе Геленджике Краснодарского края. Своей активной пастырской деятельностью и проповедями он вскоре привлек внимание ОГПУ, и о нем стали собирать соответствующие сведения. 21 апреля 1932 года священник был арестован по обвинению в антисоветской религиозной деятельности, которую он направлял против мероприятий советской власти. В мае 1932-го сотрудники ОГПУ допросили местных жителей, после чего были устроены очные ставки свидетелей со священником. «Не было бы колхозов, не было бы тех мучений, какие есть. Над народом издеваются, но скоро будет суд, который потрясет мир», — заявил священник, как утверждал на очной ставке свидетель. «Служители Христа переносят большие мучения и издевательства, но скоро будет суд, который будет судить мир». После очных ставок следователь снова допросил священника. Отец Дмитрий сказал, «Виновность свою в предъявленном мне обвинении я отрицаю, хотя не отрицаю, что временами неудовольствия с моей стороны были. Большей частью эти неудовольствия сводились к материальным вопросам. Предъявленные мне свидетельские показания я частично признаю, в частности разговор о прославлении Христа, о том, что чем больше грешат люди, тем строже будет наказание». Но часть разговоров была неправильно понята. Преднамеренно эти советские агитации против власти я не вел, и о том, что нужно выходить из колхозов, что коммунисты будут стоять перед страшным судом, я не говорил. Областное начальство ОГПУ потребовало от местных сотрудников допросить еще ряд свидетелей, чтобы доказать наличие контрреволюционной организации. После допросов местные сотрудники ОГПУ написали, «Припровождая дополнительный следственный материал и справку по делу Легейду, сообщаем, что выявить наличие антисоветской группировки путем допроса предлагаемых вами лиц не удалось. Все допрошенные по существу являются дряхлыми стариками и старухами, и ценных данных в процессе допроса не дали». Одна из дополнительно допрошенных свидетельств показала, «Были случаи, когда я делилась с ним своим горем, как, например, у меня забрал финанс-спектор буфет, стол, зеркало и другие домашние вещи. Отец Дмитрий, утешая, мне сказал, не отчаивайтесь, молитесь и терпите, все это земное, нужно думать больше о загробной жизни». В то время, когда на праздниках я у него встречала прихожан, то обычно те пили чай, пели и вели разговоры о внутренней жизни каждого. 28 ноября 1932 года особое совещание при коллегии ОГПУ приговорило отца Дмитрия к трем годам ссылки в Казахстан. Он был сослан в Чимкент, где ему пришлось работать инкассатором-счетоводом. 11 сентября 1937 года власти арестовали священника. Он был заключен в Чимкентскую тюрьму. 14 сентября отец Дмитрий был допрошен. И на вопрос следователя, участвовал ли он в контрреволюционной деятельности, признает ли себя виновным, ответил, что в деятельности не участвовал, виновным не признает. 19 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Дмитрия к десяти годам заключения в концлагере. 27 января 1938 года он прибыл с алма-атинским этапом в 10-е отделение Бамлага. 13 марта начальник первой колонны, к которой был приписан отец Дмитрий и помощники по труду и культурно-воспитательной работе составили на священниках характеристику, в которой написали, что со дня своего прибытия в лагерь тот не выходил на работу, является злостным отказчиком и воспитанию не поддается. 15 марта был допрошен лжесвидетель, который также показал, что отец Дмитрий был злостным отказчиком от работы и вел антисоветскую агитацию. Самого священника при этом ни разу не допросили. 31 марта 1938 года тройка НКВД приговорила отца Дмитрия к расстрелу, но расстрелять его уже не могли. 23 марта 1938 года священник Дмитрий Легейда скончался и был погребен в безвестной могиле. Господи и Владыка живота моего, Дух уныния, любоначалий, празднословий, не дашь тьми, всепоглощающий, всепожирающий Дух уныния, которым болен каждый человек, особенно в наше время, время потери смыслов, низведения ценностей, пропаганды греха, ну и идеологии потребления. «Бери от жизни все, не дай себе засохнуть» — лозунг современного потребителя. Человек живет для того, чтобы есть. И этим принципом психически пытаются научить человека, потребителя рекламы и прочих благ современной цивилизации. Но душа не может питаться ни телевидением, ни съестными припасами, ни хождением в торгово-развлекательные центры. У души есть определенная пища, называется «благодать». Душа живет энергией Божией. Душа жива соединением с Богом и присутствием в ней благодати. «Хитер и лукав дьявол». Он обманул человека, подсунув ему иллюзию, мираж. Ну, типа, чем больше ты будешь развлекаться, тем веселее, радостнее и счастливее будет жизнь. Поэтому индустрия развлечений найдет широким шагом по нашему Отечеству. Наверное, имена сатириков и представителей шоу-бизнеса и эстрады их знают гораздо больше, чем даже великих русских поэтов, но я не говорю уже про великих святых. Они народ веселят, они вытягивают из него жилы, доводя до истерик с помощью определенных психофизических технологий. Человек смеется и думает, что это счастье. А уныние все глубже и глубже вырастает в его сердце. Потому что иным путем приходит в душу благодать. Уныние всепоглощающая смерть, именует эту страсть святые отцы. Но потому что рано или поздно человек оборачивается на себя и понимает всю мерзость, пустоту и никчемность своей жизни, что в жизни ничего настоящего не было и нет. Одни фальшивки, одни иллюзии, иллюзионы. И это осознание может человека качнуть в страшное состояние, потерю надежды, отчаяния, которая лишает человека последней энергии жизни и иных выходов не видит, как прекращение этой бессмыслицы. Но путь он всегда есть. Он так и называется. Господь говорит, я есть путь и истина, и жизнь. Обретение, осмысление и укрепление в себе этих истин, а вернее одной истины, которая может жить внутри нас, и царство его, оно именно там и есть внутри нас. Для этого нужно отвлечься от постоянных мельканий жизни и мира вокруг и сосредоточиться на внутреннем. Попытаться задуматься о себе, пытаться вмолиться, вслушаться, вглядеться. Вглядеться в то, что я из себя представляю, и попытаться вдуматься в то, чем мы должны быть. Чем мы должны быть, об этом говорит Евангелие. Поэтому выход от уныния для многих людей, он сокрыт в Евангелии. Заблудившийся, потерявшийся, отчаявшийся человек, если с надеждой на выход, на поиск пути истинной жизни откроет Священное Писание, он неизбежно найдет выход. Потому что та благодать, которая находится в Слове Божьем, она оживотворит пустую, потерявшуюся душу человека. Уныние прогоняет молитва. Всякий раз, когда человек встает на молитву перед Богом, его душа на какое-то время, может быть, надолго освобождается от рабства, унынию. А еще уныние преодолевается терпением. Иногда надо просто потерпеть. Потерпеть, но не лежа на печи, а потерпеть это состояние, опять же, в поисках исцеления души, в поисках Бога. А Бога проще всего найти в Церкви, потому что храм — это Дом Божий, там особое его присутствие. Если душа вдохнет божественной благодати, ей станет легче жить, у нее появится смысл. смысл не иллюзорный, не теоретический, а приобретенный личным, собственным опытом. Смысл жизни в жизни, в жизни с Богом. Помогай нам всем, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok